За этим занятием мы проводим треть своей жизни. Это необходимо нам, чтобы выжить, но также это одно из самых больших удовольствий. Если исключить этот процесс из своей жизни, то могут начаться депрессии, даже галлюцинации. Меня зовут Дарья Эдемиллер. Сегодня ближе к телу будет сон. Сегодня мы расскажем вам, что делать, если мучает бессонница, значит ли что-то наши сны и все ли мы рождаемся жаворонками. 25 лет своей жизни мы проводим во сне. В среднем человек высыпается за 8 часов, но есть и те, кому нужно больше или меньше времени. Врачи говорят, что спать лучше ночью, а взрослым людям дневной сон вообще противопоказан, потому что он сбивает внутренние часы. Их ход, кстати, зависит от того, жаворонк вы или сова. Исходно дети все рождаются жаворонками. Я думаю, у кого есть маленькие дети, они все это прекрасно понимают. И даже если ребенок вроде и спит всю ночь, да, и ты счастлив, что он у тебя спал, все хорошо, тем не менее он все равно встанет самое позднее в 7 утра. А маме с папой еще хочется поспать, и они вот мучаются, пытаются его как-то адаптировать под собственный график. Ну, это не очень хорошо. Если говорить о полном становлении жаворонки и совы, это происходит где-то в районе 10 лет. И каждый из нас знает, жаворонок он или сова. Это Наталья Федюнина. Она врач-сомнолог, работает в Краевом диагностическом центре. Кстати, Наталья в Барнауле действительно уникальный специалист. Всего в городе не более пяти врачей-сомнологов. Учиться они ездят в Москву. Наталья утверждает, что сны видят все. Но их содержание, оказывается, зависит от возраста. Сны появляются, как рисунки на полотнах. Дети с двух лет начинают видеть статичную картинку. Это может быть любимая игрушка или предмет мебели. С четырех лет в их снах появляется действие. Мячик катится, кот ходит по комнате. И только в шесть лет дети начинают видеть и себя, становятся участниками действия. Существуют люди, которые находят в этих действиях смысл. На самом деле, наверное, трудно сказать, что это. Но я думаю, это проявление, может быть, духа, который проявляется в этом мире через сны, помогает человеку осознавать себя. То есть их можно использовать как инструмент самопознания, как инструмент осознания себя, так сказать, и для личного роста. Но врачи с такой трактовкой не согласны. Говорят, что сны – это… Данные, которые суммировались, осматривались пациенты, интересовались с нами и будили людей, чтобы выяснить, какой сон люди видят, все-таки это не поддается какой-то трактовке. Чаще всего мы видим то, что мы пережили, либо какой-то фильм, который мы посмотрели. Но, несмотря на век современных технологий и науки, список суеверий о снах все еще пополняется. Наши бабушки знают на зубок, что если приснился пожар и горит не ваш дом, то это, к счастью. В современные же сонники добавились и наши реалии. К примеру, компьютер снится к проблемам на работе, либо говорит о необходимости четкой оценки происходящего. Елена Курочкина занимается трактовкой своих сновидений уже более десяти лет, но сонниками принципиально не пользуется. В действительности в сновидении каждый персонаж, каждый образ – это отражение моего собственного «я». Персонажи есть, которые, например, мне мешают во сне что-то сделать. Это тоже часть моей личности, которая мне мешает что-то в жизни себя проявить. Бывают персонажи, которые, наоборот, помогают. И когда погружаешься в них, как бы вживаешься в этих персонажей, начинаешь видеть со стороны себя, начинаешь осознавать вещи, которые обычно в реальной жизни, так сказать, не осознаешь. Есть у сновидящих и свое объяснение цветным снам. Известно, что большинство людей видит их в монохроме. И только 20% могут наблюдать мир сновидений в цвете. Ну, черно-белые сны обычно снятся, когда есть какое-то психологическое неблагополучие внутри. Какая-то, например, депрессия, какое-то вот такое состояние неопределенности, когда все серо, все как бы сумрачно. Вот такие сны могут присниться. Но насчет других людей я ничего не могу сказать. А вот что касается меня, когда какие-то есть тяжелые переживания, тогда могут сниться сны без света. Скажем, но обычно они снятся все-таки яркие и цветные. То есть это реальность, которая существует. Сомнологи с этим не согласны. Они утверждают, буйство красок в сновидениях говорит о высоком уровне тревожности. Кстати, о ней. Существует более 10 устройств сна. В их числе храб, бессонница, ночные кошмары. Одним таким недугом страдал известный мультперсонаж. У него, судя по всему, была нарколепсия, приступы внезапного засыпания. Эх, поздно уже. Пойду, пожалуй. Выделяют отдельную группу расстройств, так называемые парасомнии. В их числе хождение во сне, разговоры и другой лунатизм. Самое страшное для парасомнии, для девушек, которые сидят на диете, есть такая парасомния, как повышенное питание именно в момент сна. Когда человек спит, женщина, в момент сна она встает, идет к холодильнику и начинает есть абсолютно все, что видит. Причем это могут быть и съедобные, и несъедобные вещи. С бессонницей и проблемами при засыпании, в отличие от парасомнии, можно бороться и без медикаментов. Специалисты предлагают универсальный рецепт гигиены сна. Если вы знаете, что у вас есть проблемы с засыпанием, то начать бороться с ними нужно за несколько часов до отхода ко сну. Врачи советуют прогуляться или заняться спортом. Легкая усталость к концу дня – это фундамент крепкого ночного сна. Совет второй – никакого кофе на ночь и полный отказ от смартфона за два часа до сна. Лучшие друзья перед отходом ко сну – травяной чай и книга. Дальше по списку контрастный душ, но впадать в крайности не следует. Лучше всего чередовать теплую воду с прохладной. Следующий совет – проветрить комнату. Спиться лучше, когда в помещении прохладно, а при жаре часто снятся кошмары. Но перед отходом ко сну лучше закрыть окна, чтобы шумы с улицы не мешали. А еще лучше надеть беруши. Проблем с засыпанием нет у людей, регулярно занимающихся спортом. Постоянная физическая нагрузка помогает бороться с нарушениями сна за счет выработки мелатонина – гормона, который отвечает за здоровый сон. Физическая активность очень хорошо влияет на сон. Она способствует выработке мелатонина, который в свою очередь синтезируется из серотонина – гормона удовольствия. Плюс физическая активность дает человеку способы устать и тем самым лучше заснуть. Тренироваться лучше всего утром и в обед, потому что вечером, если тренировка была слишком интенсивна, выделяется адреналин, и человеку может быть сложно заснуть. Я бы не рекомендовала вечером заниматься высокоинтенсивным функциональным тренингом или, допустим, тягать большие веса. Аэробные нагрузки, танцы, йога, пилатес, растяжка – то есть все средние интенсивности, низкие интенсивности нагрузки, они все будут благоприятное воздействие оказывать на засыпание. Как правило, те, кто получают необходимые организму физические нагрузки, легко погружаются в быстрый сон. Быстрый сон – он самый интересный в том плане, что здесь мы видим сновидение, появляется движение глаз, глаза закрыты, но мы видим артефакт движения глаз на электроэнцефалограмме. Тонус мышц снижен. Снижается тонус мышц почему? Поэтому это специально придумано природой, чтобы мы не делали тех действий, которые мы делаем в сновидении, чтобы мы их не делали лежа в кровати. Кстати, просыпаться лучше всего именно в фазу быстрого сна. Сейчас существует масса мобильных приложений, которые рассчитывают, в какое время лучше всего вставать. Все зависит от ваших биологических часов и времени засыпания. Вот, к примеру, я в лучших традициях жаворонков стою в 6 утра, ставлю бузильник. Телефон пообещал разбудить меня в интервале от 6.00 до 6.30. Также медикам известна фаза долгого сна. Она необходима нам для правильной сонастройки организма. Все жизненные циклы в этот период синхронизируются, вырабатываются важные гормоны у детей. Это гормон роста, у взрослых – молодости и сжигание жира. Если мозг во время сна работает неправильно и не отключает мышцы, то может произойти вот такая ситуация. Мышцы ночью, конечно, отключаются, а вот мозг продолжает работать. Пожалуй, самое известное открытие во сне – это периодическая таблица химических элементов. Правда, Менделеев думал над ней 20 лет, а во сне просто увидел финальный результат. Также во сне к Данте пришла идея божественной комедии «Гёте» второй части Фауста. Сюжеты для произведений видели во сне Эдгар Аллан По, Антон Павлович Чехов и Эмилия Бранте. Чарльз Диккенс во снах знакомился с будущими героями своих произведений. А Пол Маккартни проснулся утром с мелодией этой популярной песни в голове. Другие известные люди, наоборот, предпочитали совершать открытия во время бодрствования, поэтому спали гораздо меньше положенных восьми часов. К примеру, Гай Юли Цезарь спал три часа в сутки. Бенджамин Франклин не больше четырех. Например, Бонапарт прерывал сон на работу, а не наоборот. В сумме спал всего четыре часа за ночь. Меньше других времени во сне проводил Леонардо да Винчи. Известно, что он практиковал многофазный сон, отдыхал каждый час по 15-20 минут. В сумме он бодрствовал 22 часа. Но такие привычки могут быть опасны. По словам врачей, из-за постоянного недостатка сна снижается работоспособность и концентрация внимания. Человек становится раздражительным и может даже видеть галлюцинации. Доброе утро! Сегодня мы выяснили, что от бессонницы помогает правильная гигиена сна, что все мы когда-то были жаворонками, и есть люди, которые умеют находить в своих снах смысл. Меня зовут Дарья Эдемиллер. Сегодня ближе к телу был сон. Увидимся! Магис Спорт Магис Спорт – это фитнес-клуб без возрастных ограничений. Здесь занимаются и взрослые, и малыши. Для каждого подберут индивидуальный план тренировок – в бассейне, в тренажерном зале или на групповых занятиях. В июне для клиентов стартовала акция. При покупке абонемента – услуги персонального тренера – в подарок. Для того, чтобы оставаться в прекрасной форме, телу необходима регулярная физическая активность. 3-4 тренировки в неделю под руководством опытного инструктора – как раз то, что нужно, чтобы поддержать тонус, бодрость и прекрасную форму, а возможно и совершенно преобразиться. Для вас в нашем клубе работают тренеры разных категорий. От инструкторов, которым по силе решить задачи в похудении или наборе массы, до элит-тренеров и фитнес-экспертов, которые имеют колоссальный опыт работы в сфере фитнеса и авторские методики тренировок. Абсолютно все тренеры клуба обладают необходимыми знаниями, опытом и квалификацией для проведения тренировок на профессиональном уровне. Кстати, услуги тренера к полным картам в Магис Спорт дарят впервые. Приобрести абонемент можно на 6 и 12 месяцев. Опытный инструктор расскажет о каждом тренажере, научит правильно их использовать, подберет оптимальный вес. И, конечно, составит индивидуальную программу тренировок, а также здоровое меню. Ваша задача – поставить цель и идти к ней. Тренер будет сопровождать вас на протяжении всего пути к результату. Карта с услугами тренера в подарок подойдет тем, кто только начинает свой спортивный путь, либо уже тренируется, но не может добиться результата. А также желающим выйти на новый уровень или пройти курс реабилитации после травмы. Успейте приобрести карты до конца июня. Субтитры создавал DimaTorzok